доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас в начале очередной торговой недели снова мы на финансовых рынках и продолжаем разбирать ключевые фундаментальные события прошу прощения за свое отсутствие в пятницу собственно сегодня мы попробуем все наверстать сейчас я предлагаю пробежаться по событиям финансовых рынков крупными мазками а вот на сегодняшнем вебинаре который состоится в 1630 по московскому времени чуть подробнее все разобрать поэтому если у вас есть возможность поприсутствовать друзья с удовольствием вас всех приглашаю для того чтобы поделиться мнениями обсудить все что происходит на площадках прямо сейчас как и всегда друзья вы наверняка могли заметить что у каждого брифинга есть название я сегодня думал как все-таки характеризовать тему которую хочется осветить и пришел к такому выводу что название сегодняшнего брифинга будет о следующем переговоры сша и китая прогресс есть но не прорыв это ключевые моменты надеюсь то что те из вас кто следил за этими событиями без того уже все детально разобрали поискали информацию с разных источников с разных площадок и прекрасно понимает что на самом деле того самого позитива который многие хотели транслировать на площадке в пятницу начиная от супер невероятных достижений по брекзиту и по спорным вопросам торговой войны этого прогресса друзья нет но это не значит то что мы должны оставаться при прежних позициях и ничего не корректировать есть определенные коррективы я сейчас об этом расскажу давайте начнем с нефтянки и поскольку в отношении нефти мы всегда говорили о том что на этот рынок влияет перспектива глобального экономического роста потому что от того как будет в дальнейшем развиваться мировая экономика зависит спрос на сырье я а сейчас эту тему как раз предлагаю точнее будущее нефтянки обсудить позиции текущего хода а переговоров в отношениях сша и а китая тезисно а что было достигнуто о чем а договорились китай будет там закупать сельхозпродукцию сша на сумму 40 50 миллиардов долларов взамен на это соединенные штаты америки откладывают введение повышенных пошлин на китайские товары стоимостью в 250 миллиардов долларов откладывают друзья они отменяют если вы забыли то хочется освежить в памяти тот факт что нечто подобное уже было когда штата переносили конечные сроки дедлайн на установление повышенных пошлин на перспективу скажем ближайшего времени в надежде на какой-то позитив в переговорах однако все это заканчивалось не завершением торговой войны а эскалации при этом торговая напряженность охватывала все новые и новые сферы очень важные комментарии друзья заключаются в том что сам трамп отметил что очень рассчитывает и надеется что текущий позитив удастся сохранить но при этом он абсолютно в этом не уверен декабрьские высокие таможенные пошлины то есть декабрьское повышение тарифов все по-прежнему остаются а в силе поэтому говоря об отношениях сша и китая сейчас очень рано оставить точку и вообще в принципе не нужно говорить год потому что мы реально еще не перепрыгнули друзья любой факт эскалации усиление напряженности да и каких нибудь снова неоправданных и никому не понятных действий а трампа в отношении роста политики протекционизма этого будет вполне достаточно чтобы откатить весь этот прогресс и заново вернуть на рынок тему роста глобальной мировой напряженности которая опять же упирается вот в эти непростые отношения на текущий момент на данном этапе я предлагаю следить за развитием событий пока рынок верит надеется и ждет что позитив все-таки будет достигнут и дальше удастся сохранить вот этот вот сам факт конструктивного обсуждения я друзья все-таки склоняюсь в пользу того что дальнейшего прорыва не будет но пока рынок верит давайте все таки использовать этот фон как возможности собственно прокатиться на вот этом на факте небольшого улучшения рыночных настроений соответственно для нефтянки это тема которая является позитивной поддерживающей котировки еще про ближний восток я всегда говорил вам не стоит забывать частности на прошлой неделе в пятницу произошел очередной инцидент данном случае берегово саудовской аравии что-то не так пошло с одним из судов ирана и сейчас нужно опять же поискать информацию про эту тему в частности то ли был взрыв но утечка нефти точно уже зафиксированный факт я не знаю как на это отреагирует дальше иран в конце концов я думаю что мы все равно упремся снова факт эскалации напряженности возможно возобновление военной кампании на саудитов в йемене может быть даже вернемся к теме роста санкционного давления со стороны сша на иран это темно также позитивные для нефтянки поэтому мы по бренду сейчас выше 60 и ждем собственно того что нефть продолжит восходящее движение дальше доллар иена 108 31 тоже никакой мощной динамики мы не наблюдали в целом я как и ранее предлагаю вам вспомнить и использовать в качестве аргументов того что может произойти с валютной пары именно слабую макроэкономическую статистику аэсэм в обрабатывающей промышленности аэсэм сфере услуга базовой инфляции все друзья хуже некуда кроме того goldman sachs прогнозирует что уже в ноябре фрс перезапустит печатный станок объем денежной инъекции составит примерно 250 миллиардов долларов перезапуск программа количественного смягчения будет уже четвертым подряд за последние 10 лет произойдет это уже совсем скоро и мы также будем говорить о еще одном факторе давления на доллар поэтому в ожидании запуска печатного станка в ожидании еще одно снижение процентной ставки я предлагаю ставить на дальнейшее снижение пары и делать это через отложку стопс уровня 107 80 евро против доллара 1 10 33 европейская валюта в ожидании новых триггеров сегодня у нас 12 00 данные по промышленному производству скорее всего статистика снова разочарует а во вторник у нас бизнес оптимизм зью а в среду данные по инфляции по всем прогнозам и ожиданиям нас принципе статистика как продавцов наверное порадует покупать ли она точно не порадует то есть ждем слабые цифры ждем еще один виток распродаж главного валютного риска фунт против доллара это британец вторая интересная тема прошлой недели особенно после вот этого чудовищного обычного ралли после того как я увидел как функция против доллара улетела выше отметки 1 26 моя первая реакция была друзья а в том что по brexit у договорились но это логично ведь это основная тема которая двигала британцам последние месяцы но и здесь я также все относительно в частности фонд отреагировал таким ростом лично конструктивные переговоры между премьером ирландии и борисом джонсоном якобы обсуждались альтернативы этого бэкстопа после этого определенные идеи были донесены по факту этих переговоров до дональда туска которая возглавляет еврокомиссию все тут же поверили то что наконец-таки съездная удастся найти общий язык однако друзья не тут то было в частности последний комментарий ес и весь позитив который мы наблюдали по фунту сводится только лишь к одному европейский союз и англия договорились активизировать переговоры по brexit у то есть соглашения по-прежнему нет в этот четверг состоится саммит и ес по brexit у до четверга англия должна представить окончательные правки текущее соглашение и уже постфактум конце этой недели можно будет уже делать какие-то выводы о том какой нас brexit ожидает то есть если эти правки будут не устраивающими европейский союз мы можем столкнуться с таким же мощным раллием только уже обратного порядка то есть фунт может потерять я предлагаю сделку сел стоп с уровня 125 70 ну и по другим активам доллар канадец 132 05 друзья данные по рынку на труда лично меня разочаровали опять же я не ожидал такой позитив что-то здесь не так но пока у нас ставка еще и на как к срочная может быть даже среднесрочный рост нефтянки я предлагаю от длинных позиций по доллару канадцу отказаться посмотрим за статистикой на этой неделе сделаем выводы уже потом вернемся к торговле этой валютной пары австралийс против доллара 067 86 здесь также сделка сел стоп с уровня 067 70 завтра у нас протоколы в четверг данные по рынку труда вот пожалуйста еще два важных макроэкономические события которые могут вернуть на рынок ожиданий еще одно снижение ставки мы увидим скорее всего слабый австралиец слабого страница до конца этой недели курс на оси мог поддержать серьезный прорыв в переговорах сша и китая но он не произошел друзья ну по крайней мере сейчас поэтому особых поводов покупать австралийца нету на этом собственно все большое спасибо за внимание всего доброго до свидания